Девушки отдыхают Привет, 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 привет Вот он весь показывает, вот здесь вот у нас час-час, и сегодня мы вот сейчас, каждый из наших наставников выходил в перископ, да-да-да-да-да-да, и мы сегодня будем разговаривать, обожаю тебя, бомба, да, вы все сами бомбы. Да, всем привет, всем здрасте, хай-хай-хай. Вот, короче говоря, о чем сегодня речь, меня не первый раз спрашивают, там вот был только что недавно мастер-класс, короче, о том, что можно ли типа превращаться в кошку или там вообще там оборачиваться оборотнем, на что я всегда очень весело отвечаю. Ребята, если вы готовы со своим мозгом лизать себе яйца и грызть себе блох, то добро пожаловать в наш мир, потому что, ну, если ты этого не делал, то ты просто лох чилийский. Каждый из нас примерял на себя шкуру животного, мяукал, рычал, изрыгал какие-то действия, и вы будете мне говорить, что типа у вас нет ничего животного. Мы накидываемся на своих партнеров, как живность, мы гадим своим друзьям, как змеи, мы клюем своих детей, как галки, ну и так далее. Мы берем кучу-кучу всяких разных вещей от наших миллиардов, наших каких-то друзей, как говорится, из другого животного мира. Но, что самое интересное, то есть раньше я понимаю, для чего были оборотни, они были необходимы, то есть мне необходимо было добывать пищу, защищать свой дом и все остальное. Блин, ребят, комары во времена очень давние были такие, круче гусей-лебедей, ребенка схватят у ведьмы и в лес. Комар был больше собаки, вы че, там не то, что метла, там надо было превращаться уже в гуси-лебеди, и там на метлах никуда не пролетишь, там сани-мани полетели, там вообще все. Деревья срубать нахрен надо было. Жабы были такие, что не оближешь сам, почему в лягушку превращаешься? Сейчас человек превратился в лягушку, какого размера эта жаба должна быть, чтобы какой-то хренов принц эту тварь поцеловал потом. Это нихрена ее оборотила, там вообще фамильяр такой. В общем, я все прекрасно понимаю, что это кажется шуткой, но на самом деле сейчас мы видим кучу всяких разных охранных агентств под названием Тигр, Барс, Рысь, там Сокол, Барс, ну и короче говоря, и куча-куча всяких страшных животных, комбер, там охранные все агентства носят такие названия, им не надо уже оборачиваться, они просто дают себе такое название и действуют с условиями того, что они нападают или охраняют, или защищают. То есть сейчас не надо оборачиваться в шкуру волка для того, чтобы пробежаться и поймать себе козу. Сейчас коза спокойно лежит в азбуке вкуса и не нужно это делать, у тебя и так все эти инстинкты уже работают на минимуме. У нас настолько стал умный люд, что ему это не стало необходимым. У вас столько здесь мозгов, что ваши мозги способны без оборачивания создавать те детали вашей жизни, которые вам необходимы. Тогда мы не так хорошо знали химию, биохимию, биологию, физику и т.д. подобные науки. Короче говоря, ребят, на самом деле, если вы этого хотите, очень попробовать, добро пожаловать. Я еще раз говорю, вылизывание своей шерстки с облинькой и всеми остальными желаниями. Когда вас будет трахать собака с мозгом человека, который будет вас хотеть и нюхать вашу промежность, я думаю, что вам не очень захочется быть оборотнем, особенно в городской среде. Так что всем удачного обращения. Всех жду 24-го на Ленинском, 88. Там будет стендап про мани. Короче говоря, я буду рассказывать, что такое деньги, какой они силой обладают, какую власть они несут, какая магия в них хранится и как ими просто пользоваться и иметь, иметь, иметь. Как просто-напросто в этом мире встать на волне этого грязного кризиса, просто на гребень этой волны. И просто-напросто хотя бы не остаться под обломками того, что может остаться. Ребята, всем огромный пиз, всех люблю, куча собачьих, сердечек и всего остального. Крутое число сейчас будет, если зайдет еще 6 человек. 660. Три. А-а-а, перескочила цифра. Ну, 660. А-а, еще раз. А-а-а, не вижу. Ну, короче, я говорю, ребята, я не дождусь, наверное, 666. У нас сегодня такой лайт-чат. Поэтому, если что, если надо будет задавать вопросы, которые мы хотим обсудить в Перископе, вот такие быстрые, пишите мне в ночной чат, я напишу там black-чат, такой хоррор, там такой будет страшно нарисован. И мы сможем с вами что-нибудь обсудить. А-а-а, у нас каждую субботу проводятся встречи в нашем продюсерском центре, где у нас, например, скоро будут уроки зелье варенья, где мы будем изучать афродизиаки, феромоны и все разные вот эти вот вещи. А-а, также у нас будет практика телесного языка, язык тела и жестов, мимики, пластики абсолютно вообще молча, немые. Также Дарья Воскобоева вот будет преподавать фэшн для ведьмы, как обставить свой дом, комнату, офис, что надо где повесить, что, какие руны на подушках надо вышить, что на полотенцах, там, короче говоря, вся вот эта вот требуха, короче говоря, будет. Донсков про цифры, Надя про Тарой, знаки, мантику. И так будет каждую субботу у нас также будет проводиться на этом же всем, каждую субботу будет проводиться еще помимо этого кинотерапия, где вы сможете стать одним из героев своего любимого фильма, потом обсудить, как вы к этому пришли или как вы оттуда вышли. Точно так же будет проводиться рисовательная практика и очень-очень много всяких других специалистов будет приезжать в наш центр. Обещала Сережа Жерманенко приехать по хому, обещала приехать провести свою лекцию. Ну и очень много-много других людей, которые хотят поставить вам голос, поставить вам речь. Возможно, это практически школа для Хогвартса, куда вы все очень хотите попасть. Так что приезжайте, попробуем потренироваться, пооткрываем с вами иначе ваши третьи, четвертые, пятые, шестые глаза. Все, давайте, стендап 24-го, он будет про Мани. Все, всем пока, малявки, подождите, я вас выключу, уходите отсюда немедленно, все, всем спать, всем спать, я сказала. Субтитры сделал DimaTorzok